Миграция введенного геля, перемещение из области введения, сопровождающаяся нежелательными уплотнениями. Значит, когда перемещение, бывают перемещения, вот именно часто я вижу, это вот скуловая кость, когда ввели под связку пациента возрастного, уже изменился архитектурик, он сполз просто-напросто элементарно. Вот, когда вводится линейно-ретроградная конюля между щечную борозду, да, здесь мы понимаем, что расслоение пакетов произошло, и просто в пустоту ввели препарат, он нигде не задерживается, он начинает смещаться. Сможет смещаться в носогубную складку. Значит, носогубную складку корректируем до комиссуры, уйдете вниже, у вас будет опущение угла рта. Значит, что касается носогубной складки, тоже я видела один раз миграцию, но там очень были такие атоничные кожи, препарат был введен, то есть вы понимаете, что когда мы с вами работаем в конюле, у нас туннелей больше. И если, когда мы работаем иглой, мы препарат у нас маленький туннель, мы его раскладываем более равномерно, более хорошо, и препарат ровно лежит. И с иглы, с иглы препарат, при линейно-ретроградной, веерной технике, он не мигрирует. Мигрирует болюсная техника и мигрирует конюля. Если вы видите атоничную кожу с большими заломами, то, соответственно, вот можно ввести, был такой случай, что ввели препарат в контурную пластико-носогубную складку, не предупредили пациента, что нельзя заниматься физическим нагрузкой, пациент по препарату, он мигрировал. Субтитры создавал DimaTorzok